Всем привет! Сегодня мы продолжаем изучать английский на слух вместе с героями Шрека. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, а еще найдите нас в Телеграме и ВКонтакте для того, чтобы продолжать учить английский вместе с нами. Давайте начнем смотреть новый фрагмент Let's Begin! Прекрасный был фрагмент, давайте начнем сначала и по порядку переведем. Окей, дракон приземляется и пока все разбегаются, осел ему говорит Вроде и длинная фраза, но вы увидите, что она абсолютно простая, потому что в ней много стандартных выражений. В общем, сейчас сами разберетесь. Или еще можно перевести как глагол «валяй» или «продолжай» или «вперед». Нам подходит здесь «ну давай». Потому что дальше идет «have some fun» – «веселись» или «развлекайся». Стандартное такое ненавязчивое выражение, я уверен, что вы его где-нибудь обязательно слышали, хотя бы раз. If we need you – если ты нам будешь нужна, или если ты нам понадобишься. Ну, по-моему, дракон в мультике женского рода, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, напишите обязательно в комментах. И вот здесь многие часто путаются. Но в этом-то и вопрос, поскольку в английском такая конструкция звучит несколько иначе. То есть она звучит как «мы нуждаемся в тебе». То есть «ты нам нужна», другими словами можно сказать, а не «мы нужны тебе». Я надеюсь, что это прозвучало не очень сложно. Чтобы не запутаться. If we need you – не «если мы нужны тебе», а «если ты нужна нам». Вот я думаю, что так проще. I'll whistle или I will whistle. Тут будущее время, которое выражено глаголом will, я свистну, то есть to whistle – свистеть. И дальше в концовке фразы идет следующее. How about that? Или how about that? Как насчет этого? Или что скажешь? Или как тебе? Ну, вот это вот предложение. Апостров перед словом about сокращает как раз это слово. Это как один из вариантов произношения. Так что имейте в виду. И теперь давайте соединим. Go ahead, have some fun, if we need you, I'll whistle. How about that? Ну, давай, развлекайся. Если ты нам понадобишься, я свистну. Что скажешь? Если вас мучает вопрос, зачем в английском целых 12 времен и как вообще их использовать в речи, иногда кажется, что в квантовой механике проще разобраться, чем в present perfect continuous, у нас есть для вас решение интенсив – все времена английского в одном курсе. За 6 недель интенсива вы разберетесь во всех временах английского, научитесь использовать их в речи и различать на слух. А также узнаете, по каким принципам построена система времен и поймете, можно ли заменять одно время другим без потери смысла. Теория дается в формате видеоуроков, в каждой теме есть тесты и дополнительные упражнения, а также чат в Telegram, где ваше задание будут проверять опытные преподаватели Inglex. Старт интенсива уже 13 февраля, а сейчас на него действует скидка 20%, поэтому переходите по ссылке в описании и записывайтесь. Ну и давайте пересмотрим этот фрагмент еще раз. Ну вот, отлично справились, давайте дальше. Сразу пару реплик. Возьмем обоих героев, короткий фрагмент, и осел опять там в своей манере очень быстро говорит Фраза длинная опять, но она довольно простая, потому что повторение слов как раз дает вот эту вот длину, и она вот кажется такой как будто бы неприступной. На самом деле все не так, все очень просто. Hey, Shrek! Hey, Shrek! Wait, wait! Hey! Погоди, погоди! Hey! Ну, так обычно кричат кому-то, чтобы кто-то как раз подождал, да? Wait a minute! Погоди минуту! Look! Смотри! Видите, как все просто. То есть тут каждое слово, это как бы отдельное предложение, на самом деле все очень просто. Так вот, глагол look, этот глагол в таких моментах употребляется как, можно сказать, междометие. То есть это не призыв именно куда-то там посмотреть, что-то увидеть, а призыв посмотреть на конкретную ситуацию. You wanna или you want to. Вот помните такое сокращение в разговорной речи, да? То есть ты хочешь do this right, сделать это правильно. И дальше идет вопрос с хвостиком или разделительный вопрос, о котором мы очень часто говорили. Может быть, вы его помните. Если помните, молодцы. Если не помните, это такой так называемый tag question. И вот он как раз выражается в форме, вот после запятой, don't you, который всегда переводится, причем в какой бы форме он не выражался, не так ли или правда ли. То есть в tag questions вопрос начинается не со вспомогательных глаголов, ну, например, там do, да? Такие предложения всегда будут с утверждением или с отрицанием, а вот сам вопрос идет в конце, вот этот вот хвостик, как раз и есть вопрос. Don't you или там doesn't he или can't you, да? Ну, вот что-то типа такого. Эй, Шрек, погоди, погоди, эй, погоди минуту, смотри. Ты ведь хочешь сделать все правильно, правда? И дальше такая идет коротенькая фраза от Шрека, давайте ее вспомним. What are you talking about? Ну, тут совсем все просто. Даже по жестам и по смыслу, в принципе, можно понять, о чем он говорит. What are you talking about? Да, то есть он даже жест такой характерный делает. О чем ты говоришь? What are you talking about? Кстати, часто эту фразу используют именно в качестве возражения. То есть кто-то вам говорит, а вы, например, не согласны с чем-то, и потому можно возразить What are you talking about? Да, то есть да ты о чем вообще? Теперь давайте посмотрим эпизод целиком, и предлагаю посмотреть его без субтитров, а вы обязательно напишите в комментариях, насколько отчетливее вы теперь поняли эту фразу на слух. И там сразу же оселому что-то отвечает, давайте посмотрим. Ну, видите, тут надо целиком смотреть. Давайте чуть пораньше отмотаем на предыдущие слова Шрека и еще раз посмотрим. What are you talking about? There's a line, there's a line you gotta wait for. The priest is gonna say, speak now or forever hold your peace. And that's when you say, I object. Окей. What are you talking about? Это вот говорит Шрек. There's a line, there's a line. You gotta wait for the priest is gonna say, speak now or forever hold your peace. And that's when you say, I object. There's a line, there's a line. Ну, тут повторение идет. Или there is a line. Здесь используется конструкция there is в сокращенном виде, как вы понимаете. There's. И there is a line переводится как есть строчка. Line это вообще линия, да? Но у этого слова есть еще другие значения. И вот вспомните, как вот актеры часто говорят, особенно когда они там забывают какой-нибудь текст. What is my line? What's my line? Вернемся к Шреку. There's a line, there's a line. Он повторяет, есть строчка, есть строчка. You gotta wait for. Или you got to wait for. Ты должен подождать. Глагол to wait for. Ждать кого-то или ждать чего-то. И вот дальше. The priest is gonna say. Или the priest is going to say. В этом эпизоде очень много разговорных сокращений. И это нам помогает, потому что они часто повторяются. Мы их уже все знаем. Если знаете, молодцы. Если сразу все поняли, тоже молодцы. И вот эта большая фраза переводится как священник будет говорить. Или священник скажет. Что, наверное, больше подходит. Потому что форма is going to используется для будущего времени. И в таком случае означает, что какое-то событие обязательно произойдет или запланировано. И вот между предыдущей фразой и этой в русском переводе, ну, как мне кажется, не хватает слова пока. Ну, вот смотрите. You gotta wait for the priest is gonna say. Ты должен подождать. Священник скажет. Это вот если дословно перевести. Но поскольку тут глагол to wait for, то есть подождать чего-либо, то при переводе, ну, как-то вот прям хочется добавить, что ты должен подождать, пока священник скажет. И вот далее идет там фраза от священника. Которого говорит, естественно, осел, да? Speak now. Говори сейчас. Or forever hold your peace. Или всегда храни молчание. Слово peace здесь можно перевести как молчание, хотя это еще и мир, и покой. Тут как будто бы в средневековье, поэтому вот такие старинные конструкции, я думаю, что вполне к месту. И еще одну фразу у нас осталось перевести, осел там продолжает. And that's, и здесь, или это то. When you say, когда ты говоришь, I object, я протестую, или я возражаю. Кстати, часто в американских фильмах, особенно если там есть какой-нибудь суд, кто-то говорит objection, your honor, то есть протест ваша честь, или там возражение ваша честь. Вот несколько примеров. Objection, your honor. Objection, your honor. Итак, сложим все вместе. There's a line, there's a line. You gotta wait for the priest is gonna say, speak now or forever hold your peace. And that's when you say, I object. Есть строчка, есть строчка. Ты должен подождать, пока священник скажет, говори сейчас, или навеки замолчи, или там навеки умолкни. И здесь ты говоришь, я протестую. Вроде все в порядке, поехали дальше. Oh, I don't have time for this. Hey, wait, wait, what are you doing? Listen to me. Фраза Шрека. Oh, I don't have time for this. Oh, I don't have. Ой, у меня нет. Time for this. Времени на это. Wait, what are you doing? Listen to me. И вот эту фразу предлагаю перевести вам. Она очень простая, и я думаю, что вы с ней вполне просто справитесь. Так что ваш перевод фразы пишите в комментариях. Wait, what are you doing? Listen to me. Вот эту фразу переводите. Мы уже практически все слова из нее разобрали, так что вам будет легко. Ну и давайте еще раз послушаем этот момент, а вы пока пишите перевод. Oh, I don't have time for this. Hey, wait, wait, what are you doing? Listen to me. Окей, я надеюсь, что это было нетрудно. И теперь следующий фрагмент. Look, you love this woman, don't you? Yes. You want to hold her? Yes. Please. Yes. Then you got to, got to try a little tenderness. Эдди Мерфи в роли осла, он просто бесподобен. Тут опять очень много быстрых фраз, и я понимаю, что, наверное, для тех, кто только начинает учить английский, это кажется чем-то сложным, но на самом деле это не так. Вот поверьте, разберем. Look, you love this woman, don't you? Look, you love this woman, don't you? Look, это смотри, как мы уже разбирали. You love this woman, don't you? Ты любишь эту женщину? Правда же? Тут опять идет разделительный вопрос, о котором мы тоже сегодня уже говорили. Далее Шрек на каждый вопрос будет отвечать либо yeah, либо yes, что наверняка понятно, то есть он везде просто поддакивает ослу. Следующий быстрый вопрос. Quick question. Быстрый вопрос. You want to hold her? Да? Или you want to hold her? Ты хочешь держать ее? To hold someone. Вот этот глагол. Можно еще перевести как обнимать кого-то. Крутой глагол, да? И тогда лучше перевести эту фразу как ты хочешь обнимать ее. You want to hold her? И опять тут во всех вопросах нет вспомогательного глагола do, как вы могли заметить, потому что в tag question он перемещается как раз в конец вопроса, вот этот вот хвостик. Далее. Please her. Это тоже вопрос. Тут вообще два слова. Радовать ее. To please. Это глагол угождать или радовать, нравится. Но в контексте тут больше подходит смысл радовать, радовать принцессу, на что Шрек опять отвечает yes. И дальше. Then you got to try a little tenderness. Пропевает эту строчку ослик. Это, кстати, вот отсюда. Очень крутая песня. Если вы любите соул, то обязательно послушайте. Then you got to try a little tenderness. Сразу, честно говоря, хочется тоже подпеть ослу. Then you got to. Тогда ты должен. Got to try. Ты должен попробовать. A little tenderness. Немного нежности. То есть, по сути, это о том, чтобы добавить немного нежности. И весь этот момент как будто бы вот как раз и отсылает к песне, к той. Поэтому это так забавно выглядит. Look, you love this moment, don't you? Смотри, ты же любишь эту женщину, не так ли? Yeah, да. You wanna hold her. Ты хочешь обнять ее? Yes. Please her. Радовать ее? Yes. Then you got to try a little tenderness. Тогда тебе стоит попробовать добавить немного нежности. Давайте целиком посмотрим еще раз этот эпизод. Look, you love this woman, don't you? Yes. You wanna hold her? Yes. Please her? Yes. Then you got to, got to try a little tenderness. Отлично. Мы большие молодцы. The chicks love that romantic crap. I mean, cut it out. Итак, еще один короткий и очень быстрый эпизод. Начнем с фразы ослика. The chicks love that romantic crap. The chicks love that romantic crap. The chicks это дамочки или, если еще грубее, то наверняка вы слышали перевод телочки. Но сюда вряд ли это подойдет. Это так для того, чтобы просто понимать контекст и весь юмор этого момента. А вообще, chicks это курочки или еще можно перевести как цыпочки. Я просто выбрал вариант дамочки. Ну, как мне кажется, он просто больше подходит вот к этому эпизоду. The chicks love, дамочки любят, that romantic crap. Эту романтическую чушь. Crap это чушь. Но на самом деле это не самый такой хлесткий перевод этого слова. И, скажем так, при маленьких детях вообще лучше это слово не стоит говорить. Потому что это также еще и хрень, дрянь, бред. Ну и дальше, насколько там фантазии хватит. А то иначе получится вот как здесь. И далее идет фраза от Шрека. All right, cut it out. All right. Ну все. Или там, ну хорошо. Cut it out. Перестань или хватит. И вот это очень крутое выражение. Оно вам точно понадобится в речи. И еще, кстати, есть похожее на него. Звучит как knock it off. Knock it off. И вот это тоже фразу очень часто употребляют. Там, если вы смотрите кино, сериалы, вот практически везде я это слышу. Knock it off. Это завязывай или прекрати это. Ну, понимаете, да? Похожее выражение. I said knock it off. Я сказал заканчивай. Это как пример. Так что запоминайте. Обязательно понадобится. The chicks love that romantic crap. Все дамочки любят эту романтическую чушь. All right. Cut it out. Ну ладно, хватит. Давайте этот короткий момент посмотрим и сразу дальше. The chicks love that romantic crap. All right. Cut it out. When does this guy say the line? We gotta check it out. Итак. When does this guy say the line? When – это когда. Does this guy – этот парень, и имеется в виду вот тот priest, священник, say the line – говорит эту фразу. Здесь, поскольку определенный артикль the используется, то я добавил слово эту фразу, чтобы понимать, о какой именно фразе идет речь. И слова ослика. We gotta check it out. Или we got to check it out. We gotta – мы должны или нам надо. Check it out – проверить. To check out – это проверять. А, кстати, сама фраза check it out, она стала вполне самостоятельной, и иногда ее переводят как зацени. Или, там, например, check-ни, что часто используется в русском сленге. Вот пример. Well, hey, check it out. It's happening again. Попробуйте составить свое предложение про нашу школу или про наш канал, используя вот эту фразу check it out. А мы с удовольствием почитаем ваше предложение в комментариях. А пока давайте посмотрим все целиком. Go ahead, have some fun. If we need you, our whistle. How about that? Hey, Trey, wait, 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 wait. You want to do this right, don't you? What are you talking about? There's a line, there's a line you gotta wait for. The priest is gonna say, speak now, forever hold your peace. And that's when you say, I object. Oh, I don't have time for this. Hey, wait, wait, what are you doing? Listen to me. Look, you love this woman, don't you? Yes. You wanna hold her? Yes. Please? Yes. Then you gotta, gotta try a little tenderness. The chicks love that romantic crap. All right, cut it out. When does this guy say the line? We gotta check it out. Спасибо, что посмотрели этот разбор. Как и всегда, с нетерпением ждем ваших комментов. Пишите, что вам больше всего понравилось. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. А еще находите нас в Телеграме и ВКонтакте для того, чтобы продолжать учить английский вместе с нами. See you. Cheers.